Среди рек, синих-синих, где в березах земля... Владислав Сыктывкар. Я помню Сыктывкар. По-моему, это крайний север. Здравствуйте, опоздала у меня пару вопросов. Если разница между подвоем волос-сервисным и терносливым, или как подвой, он имеет примерно одинаковую сопротивляемость к уплеванию и высоким глютровым водам. Давайте так. Значит, тернослива – это уже одно из самых-самых надёжных, как бы сказать-то, самых выносливых культур. Но я беру только как Сибирь, а Европу я меньше знаю. Вот. Значит, хорошо тем, что и терносливые, они все годятся и на подвой. Они все терпят высокую воду. Видите, тут выпривание высоким водом. Это уже точно. Поэтому на них можно даже попробовать и абрикос привить. Но привить так, чтобы всё-таки несколько поколений, помните, насыщение ментором, потому что другого пути нет. Но я не знаю ни одного человека, который бы занимался уже по железному. Насыщение ментора по вечерину – это одно поколение. Вот. Или это поколение именно одно. А уже по-другому, когда речь идёт о наслоении ментора. Не первое на второе, первое на третье, а первое на второе, второе на третье. Ну, вы же понимаете, о чём речь. И вот тогда получается, что можно за несколько поколений, в течение примерно 10 лет, добиться того, что иметь по двоим терн, сливу, терносливу, а приём абрикос с абсолютной биологической совместимостью. Ну, с первого поколения может и получиться. А я не знаю ни одного, я тоже остановился, я вам показывал. У меня персик привит на сливу, персик привит на абрикос. У меня есть абрикос привит на сливу. И получается, что дальше там ещё, извините, я уже обутокся. Некому этим заниматься. А теперь возьмём волочную вишню. Волочная вишня, на самом деле, скажу по секрету, это слива. Её по иначе называют волочная вишня. Она к вишне никакого отношения не имеет. Понимаете? На неё также можно привить и абрикос, и сливу, и что угодно. Я лычу, пожалуйста. Вот. От природы где-то, когда-то, застряло в голове, лет 30 назад я прочитал, что волочная вишня очень слабая корнева шеи, когда выпривает. С тех пор я её сажу на холмы, проверить не могу. Мне никогда не выпривало. Самая старшая, ей уже больше 30 лет. Вот. И не думает выпривать. Понимаете? Я к чему говорю? Принципиально волочная вишня имеет корни относительно неглубокие. То есть её можно садить там, где близко к грунтовой воде. Так. На неё также можно прививать. Но персик и, наверное, ну, бывает, что и абрикос прививается. Но я бы всё-таки терносливу предпочитал как подвой. Вот выбор ещё раз. Волочная вишня и тернослива. Я выбираю терносливу. Но это мой личный опыт. Может быть, у кого-то наоборот получилось. И волочная вишня прекрасный подвой. Ведь на волочная вишня привил же этот, этот, этот самый, шаломай, мой персик. Получил вот такие плоды. А у меня не пошли на волочную вишню персик. Может, у неё неправильная волочная вишня. Может, у меня наоборот неправильная. Вот так бывает. Надо пробовать. И у меня тут тыка самый удобный способ. Так. Владислав ответил как мог. Елена. Да, Емельянова. Норма зимой 45. Ой-ой-ой. Было утро минус 52. На тот момент у меня только китайка и белый на лифе были. Всё было нормально. Ну, китайка и белый на лифе удивить трудно. Угробить. Владислав Септекар. Вырос опять ваших абрикосов надружки. У нас как раз из Септекара походится подстраховаться на следующий год и выбрать более благостойки по двое. А где мы идем более благостойки? Мы только сейчас говорили про терносливу. Это берем шире. Терн, слива китайская и берем терносливу. Пожалуйста, используйте их. Можно обратиться ко мне. Но начинать придется с косточек. А потом уже абрикосы лучше, чтобы годы не терять. Лучше брать у меня сирки год спустя. Вот. Почему? У вас 15 мажорских абрикосов. Как прямой они уже не годятся. Лучше более культурные. Тем более сейчас потепление идет. Скоро и вы с Септекарой, и мы в Сибири. Будем в Африке. Пора нам переходить на эти. Я, конечно, полушутя говорю. На бананы, на апельсины. Вот. Татьяна Федосеева. У меня грушу, наверное, нет купила. Ну, елки-палки, сколько волшебника, я уже уберею. Ведь когда-то считалось вообще невозможно. А тут случая за случаем. Пример за примером. Мы ждем результат. Может, он на этом все и закончится. А может быть, вы через 2-3 года покажете, как вы едите грушу, наверное, уже в виде плода. Смотритель. Все, кто прививает грушу на рябину, яблоню, коронию. Рядом садите нормальный саженец, грушу на грушу. Только тогда будете с грушами. Ну, что, разумный совет. У груши прекрасное опыление. Так что, давайте. Александр Николаевич, зря они напишут. Татьяна Федосеева. Позе Филиппио. Переожиданец натянулся. Еще одна. Да елки-палки, да что это такое? Да тут сплошные волшебники. Позе Филиппио. Супер абрикосный. Натянусь. Ну, ладно, будем ждать. Научите. Год-два переносите снова на терносливу, но уже на другую терносливу. Поэтому это не каждому дано стать таким уже селекционером. Пусть любителем селекционером. Вот. Но, как у меня было. Вот уже плодон носит у меня на селе абрикос. А вот один умирает, а вот второй. В течение 10 лет все абрикосы на селе у меня погибли. Вот. Я не предлагал. Надо было брать веточку и переносить, и переносить. Тогда я этого не знал. Это было ранее железо. Почему абрикос на селе? Да потому что не было подворя абрикосов. Руки чесались. На селе пошли. Наслабился через несколько лет. Их уже не было. Точка. Так, смотрим, что пишет еще два человека. Давайте подождем. Пусть которая пишет. Четвертый час пошел. Прямо я хоть бы кто отключился. Все на месте. Подождем. Кто хочет, пусть идет спать. Но Александр Николаевич это суперсадовод. Я всегда с огромным интересом. Единственное, что мне обидно. Ну-ка ты не, это. У нас сильно много общего. Поэтому с ним трудно поспорить. Всегда пишет то, что мне нравится. Глава опускается. Так. Ага. Межвидевая прививка погибает, как правило, весной. Просто не просыпается. Правильно? Правильно. Так. Владислав Светукар. Кроме костей к морожкам, бросающий мороженский орех. В 80 взошли. Спасибо. Волочные вишни кости не проснули. Самое вот не всегда удивляет. А вот семена сибирки яблони взошли. Но у нас очень плохое лето. Медленно растут. 25 градусов тепла только в июле. И это причина. Они вообще медленно растут. Они вообще. Их надо вообще 2 года растить. Чтобы перед чем плевать. Как правило. Только при самых лучших условиях. Теплое лето. Дожди как по расписанию. Тогда за год. А так остаются вот такие вот. И у меня также был опыт. Такой же. Раз. Теперь. Волочные вишния кости не проснули. У меня на всю жизнь осталось. Я еще тогда. У меня было первое плодоношение. А. Никакой речи. Никаких продажей костик не было. Просто мне повезло. Я долго выбирал. Много садов. Прошарил. Я нашел. Самый сладкий на мой взгляд. А так как я не знал что мне делать с этими. Я просто взял костик. Костик выросил. Себе. Несколько. Волочных вишен. Костички. Они заплодоносили. Вот. Я давал их кушать. А еще ничего не продавал. Гуси не было. И не выращивал саженца на продажу. Первые годы этого не было. Я просто их ел и выплевывал. Потом я спротился за голову. Еще тогда. Первые годы. Железа и железа. Такой же наивный. Такой же. Чуть не сказал дурачок. Вот. Та же вот. Саженец небольшой. И вокруг все расчищало травы. Было. Было. Учили нас так. Тогда я верил. Раз написано. А там еще написано. Кандидат. Он доктор наук. Как ему не верить. Он же этому жизнь посвятил. И получилась чистая. Ну там. От штамба метр. Диаметр его. Чистота. А мы ели так. Подходим. Едим прием. Едим прием. Первого раза. Небольшие были. Все съедали на месте. Не отходя от дерева. Весной. Сплошные коверы. Представляете. Сажать. С тех пор. И до сих пор я понял одно. Вырастить волосы. Вишню. Проще паренареп. Когда. Я долго не выращивал. А Сергей. Сам статистичировал. Помог. И он их высадил. Не жалею. Вот так. Знаете. Читая. Как вот. Потом присыпал земли. И у него. У меня есть старая подография. Грядки. Вот такой вот. Вот так вот. Сотни. Сотни. И бесконечно. Вот. Прошли. Сказать. И спор продать не может. Потому что. И столько много. Зашло. И когда у людей не всходят. Мне это непонятно. А причину подсказать я не могу. Я же не участвовал в этих родах неудачи. Вот так получилось. Вот весь мой ответ. А мои примеры говорят о том, что они всходят очень легко. Халтуры нет. Чтобы я допустим какие-нибудь там замороженные продавал. Или засохшие. У меня способ хранения один и тот же. Все одно одинаковое. Когда задают вопрос. А как хранить. Я говорю. Так. Вот так. В секретной банке. Крышку закрыл. Раз в месяц проветрил. В холодильнике. Да. Ссортификации. Хочешь половину высади. Под осень. Больше не сидят. Значит. Будет это. В точек зайдут. Они же так легко сходят. Вот весь мой ответ про неудачи. Именно сволочная вишня. Так. Ну что друзья. Наверное на сегодня и все. Слава Богу. Никто не пишет. На четвертом году мы с вами будем расставаться. Итак. Еще раз. Кому срочно. Не срочно. А потом просто. Ну и сами знаете. Пойдет месяц два. Где черешни. Нет черешни. Косточек. Где эти самые. Хочу сеяни. Кто-то и через месяц увидит этот фильм. Нет. Давайте сейчас. Вот. Мне поможете. Я вам помогу. Все таки это. Пусть это ожерель практически. Но это уникальная вещь. Ведь. В половине случаев. Под заморожек попадает ранее. Под запад. В другой в половине случаев позднее. Я приводил пример. Две страшные возвращения зимы. Одна 22 апреля. Вторая и девятого мая. Я это знаю. И чернобаев знаете. Я ничего не выдумываю. Вот. А если вы эти опылили благородные. Это значит. Ваши косточки будут. Плоды крупнее. Из этих косточек. Ну что друзья. Расстаемся. Здесь вот есть каталог. Железа. Двадцать первый год. Так. Ну-ка. 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 Пора менять каталог. Свежий каталог готов. Так. Все друзья. Заканчиваем. Я с вами прощаюсь. До свидания. Вот. До новых встреч. А. Какой там новых встреч. До понедельника. Следующий визар. Следующий понедельник. Спасибо. Нас хоть меньше не становится. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok